Доброе утро, мои чекули! Я знаю, что вы соскучились, взяли кофе. Кому интересно, по названию ролика вы поняли, о чём будет речь. Да, да. Короче, нас с белой угрожают, но мы женщины боевые. Мы никого не боимся. Ну, взяли кофе, конечно, черта цыненьк, да. Это лучше, чем... И спасибо Богу, что мы есть. Самое главное – это здоровье. А остальное всё, Еруна. У меня есть 10 минут. Перед тем, как начинать мою работу, я вам расскажу. Война-то закончилась, но моя хорошая война не закончилась в ТикТоке. Я в шоке. Я всегда нахожу приключения. Но не я только с белой. Девочки, что случилось? Ой, что случилось? Нас угрожают. Мы так испугались. Прямо там, прямо там испугались. Я только боюсь Бога, больше никого. Что случилось, мои хорошие? Я эти дни ролики не выкладывала, потому что... Почему? А, потому что много работ было, много дел надо было делать. В общем, 5 мегат, только годы ведём. Чёрт-чёрт, и драновый испугался. Учён, дядьцинка. В общем, милый, дядьцинка. Короче, я по-русски скажу, было очень занято, работала. Танечка, испаночка, вчера ждала твою дочку, чтобы мне позвонит. Я приготовила маленькие там сюрпризички и для Ирины тоже. Но она так и мне не позвонила. Но ничего, я надеюсь, я приеду и, конечно же, вам вручу эти подарки. Что случилось, мои хорошие? Война-то не закончилась в ТикТоке. Так получилось, что у нас есть 3 группы. Значит, есть одна группа, которая, вот чисто, если выставляют они очень такие обидные видеоролики, которые мы говорим, там, если этот видеоролик касается наших детей, да, вот наших, что воевали наши дети, что погибли, что блокировать это видео, потому что это ужасно, да, так как они тоже блокируют наше видео. В общем, так получилось, что мы сначала создавали эту группу для блокировки. И получилось так, что мы взяли тех людей, которых мы знаем. Но я уже дальше, я же не админ группы, я не контролировала этой группой, короче. И там один молодой мальчик контролировал этой группой. И так получилось, что я ночью перед сном слышала, что, говорят, один мальчик хочет в эту группу. Якобы у него мама армянка, папа русский. И я, конечно, засомневалась, конечно, мы говорили, что нет, потом другие говорили, что его жалко. Я, конечно, засомневалась. Я вам скажу, если вы хотите создать группу, и это будет группа такая, что никто не должен ничего не знать, вы, конечно, делайте видеосвязь, поговорить одну минуту с этим человеком, чтобы показал паспорт, и потом засовывать в эту группу. Ну, не знаю, люди пожалели, чтобы не подумать, что между армянами и русскими какое-то там различие ставят. И вот засунули его в группу. Оказался он тот мальчик, которого я с первых дней говорю, что он двухличный. И он оказался азербайджанцем. В общем, он сидел у нас в группе и молчал, молчал. Я как-то знала, что все как-то идем на это, как-то блокируем там, да, говорим. Вот наших ребят наши, ераблур показывают и смеются, блокируем. Там всего лишь те люди, которых я знала, участвовали, а те, которые и молчали. Ну, короче, я в этом засомневалась, конечно, но так как я работаю, я как-то этим не интересовалась, потому что у нас есть другая группа, куда вообще ни одна муха не зайдет. В общем, как-то не интересовалась этой группой. Ну, короче, там сидел этот, в общем, пони-ли-мука и информацию собирал. Собрал все наши телефоны, мой телефон, белый телефон, все наши разговоры, кого там обсуждали, кого там не обсуждали. Хотя я после обсуждения, конечно, звонила этому человеку и говорила, вот я про тебя это думаю, ты зачем это сделал, ты зачем этому послал деньги, ты почему этому, в общем, так что ничего не скрывалось, все в лицо высказывалось, да, они этого-то не знали, потому что я такой человек. Если я обсуждалась это в группе, я, конечно, звонила людям и говорила, вот мы обсуждали эту тему, я теперь хочу знать, чтобы ты мне говорил в лицо. И, конечно, говорила в другой группе, что мы, что я поговорила с этим человеком, он мне объяснил, почему это сделал. Но те, которые сидели как муки у нас в той группе, не знали, что мы, у нас есть другая группа, что мы обсуждаем это в другой группе. Ладно, девочки мои хорошие, что случилось? Значит, позавчера был эфир Кемрана и одного Ахаркелякцева армянина. А кажется, у них, у мальчиков еще одна группа была. И они в той группе обсуждали и хотели нас перекидывать в ту группу. Я отказалась, потому что там одни мальчики были. И я говорила, что этот мальчик, ну, там одни мальчики, я туда не хочу, и хватит, у нас есть еще 3-4 группы, и мне не надо еще пятая группа. Я не хочу участвовать, меня туда не кидайте. И Белла отказалась. И, короче, так получилось, что они обсуждали в этой группе, не зная, что там сидят, в общем, азербайджанцы, как он выйдет с Кемраном. В общем, мальчики ему подсказали, как выйти с Кемраном, что сказать, что делать, в общем, все ему сказали. А те азербайджанцы передали Кемрану, что он выйдет вот так, вот он выйдет вот так, вот он выйдет вот так. И когда начался эфир, я была в шоке. Это был такой эфир, что я просто сидела и была в шоке. И я тут же звоню в другую группу и говорю, девочки, здесь что-то не то. В той группе сидит кто-то, который передает что-то. Потому что, смотрите, в воскресенье мне звонит, мне в личку пишет азербайджанец, после того, как мы говорили, что давайте жалобу напишем на этого мальчика, который на Яроблюре смеется. И мне азербайджанец в личку пишет. Там же видно, да, если в тиктоке в личку, если тебе сообщения не пропускаешь, да, потом смотришь, кто хотел тебе отправлять сообщения, как в инстаграме. Хочешь ты читаешь, не хочешь, не читаешь, да. Пишет, Алина, я вас прошу, тебя и Белу, не блокируйте меня ни в ютубе, ни в тиктоке. Я вас не блокирую, и вы меня не блокируете. Тут же звоню Белой и говорю, Бела, здесь что-то не то. Потому что, говорю, в этой группе мы говорили о блокировке. И тут мне в личку пишут об этом, здесь что-то не то. Надо быстро узнавать, кто там сидит. Говорю, я сомневаюсь, да, говорю. Мы, по-моему, пустили туда парня, что мама, якобы армянка, а папа русский. Говорю, быстро узнавать, кто он. Да, мы уже начали за ним следить. Я прошу армянку арцахскую, Анушик. Говорю, Анушик, а ну быстренько, говорю, ты что, у меня арцахская, говорю, я занята узнавать, кто это. Говорю, я знаю, говорю, приблизительно, кто это. Это, говорю, гримесла, потому что, говорю, он слишком умный, он просит со мной мир. Я не соглашаюсь, потому что я его вывела на чистую воду, что он двухличный мальчик, а я этого не люблю. Вообще никогда не любила двухличных, я никогда не любила предательство, не переношу. Я люблю, когда мне в лицо высказывают, чем вот это двухличный мальчик. В общем, когда после эфира, вот в эфире, когда Камран вышел с самолетиками, начал этому мальчику показывать, вот наши самолетики типа азербайджанские, турецкие. Я была в шоке, девочки. Потом он достал мыло, бинокль. Это бинокль обозначало, что я за вами слежу. Поняли? В общем, тут же ночью я говорю, там кто-то сидит. В общем, через час, в общем, эти два человека узнали, кто это, выгнали с группой. На следующий день выставляет этот же мальчик, на кого я думала, у себя на странице. И говорит, люди, ждите бомбическую видео. Завтра выложу телефон Алины и Белой. Я ему пишу под его видео, жду, вылаживай. Жду, говорю, вылаживай. Ты что думаешь, эти меня будешь пугать моим телефоном? И он, я говорю, слышишь, ты, у меня руки очень длинные, говорю, давай, вылаживай. После этого я захожу в прямой эфир, и тут мне один азербайджанец пишет, Алина, а, до этого азербайджанец мне пишет, Алина, мне, говорит, ты хороший человек, говорит, я вижу, что ты отвечаешь на видео, потому что ваш народ оскорбляет, говорит, ваши номера будут вылаживать, в общем, в интернеты, и я не хочу этого, говорит, это некрасиво с нашей стороны, вы хороший человек, и я не хочу, чтобы это вы сделали, я вам скину, кто это будет делать. Я говорю, да я знаю уже, кто будет делать, потому что я сразу догадалась, кто это может сделать. Ну, конечно, отблагодарила, сказала спасибо, потому что это поступок хороший, что я пока думаю, да, вот, этот человек может сделать, а этот человек мне скинул ссылку, я тут же посмотрела, в общем. И этот человек хочет мне отправить смс, он же не может, потому что я его подписку не дала, и он моих пишет, я хочу с Алиной поговорить, я хочу с Алиной поговорить, ему пишут, ну, у тебя же номер, телефон Алины есть, пиши, и он мне пишет, смотрите, «Е, перестань оскорблять мой народ, мои флаги, рисовать барашек и так далее». Я говорю, слышишь, ты слишком маленький, чтобы мне указывать, что мне делать. А если я не буду, что будет? Ну, понимаешь, я говорю, вылаживай, ты что думаешь, если ты меня и Белу угрожаешь, что ты будешь вылаживать в интернет, а я испугалась и не буду вам отвечать, вы будете трогать наших матерей, наших сестер, наших братьев, наш Яроблюр, а я буду сидеть и молчать, как вы издеваетесь? Говорю, знаете что, я могу с Амазона сто флагов заказать и делать то, что вы делаете, но я этого не делаю. Но вы делаете. Я вижу, как нашим флагом вы вытираете и ботинки, и сжигаете, но я этого не делаю. И еще одно. Я отвечаю тому человеку, кто оскорбляет мой народ. А кто оскорбляет мой народ, это оскорбляет и меня, и мою нацию, и моих детей, и все они мои дети. Он мне говорит, я только одного Бога боюсь. Я говорю, ты Бога боишься, это ты, говорю, мук, ты никого не боишься, говорю. И он не знает, что где он сидит в азербайджанской группе, что мы тоже имеем наших. Я ему говорю, дорогой ты мой, ты хочешь, я тебе скажу, где ты живешь, какого числа ты родился, твой адрес, твой телефон, где твой друг Асмани живет, какого числа у него день рождения. И я ему говорю, ты мне здесь сейчас пишешь мир, и там пишешь, через неделю будет бомба, ждите. Он такой, а это у нас тоже есть крыса. Я говорю, слышишь ты, ты решил на мне играть, не будет этого. Я никого не боюсь, говорю, вылаживай. вылаживай наши телефоны, вылаживай все. Сейчас я приду. Он врет мне, говорит, я не выложил, я ж не такой человек. А в группе он пишет, который мне передает его эти переписки, говорит, я вылаживаю их не номера, тиктук не допускает, блокирует. А он мне писает, ну, типа, я не такой человек, я не выложу ваши номера. Я говорю, слышишь ты, ты ж хотел выложить, тиктук не допускает. Ты чё мне рассказываешь? Давай вылаживай. Я как оскорбляла и буду оскорблять тех, кто оскорбляет мой народ. Я не оскорбляю всех. Я не трогаю всех. Я отвечаю на те видео, которые оскорбляют мою нацию. Я всех не трогаю. А он мне что говорит? Давайте мир. Я говорю, мир, мир с вами не будет. Я не хочу. Я не готова. Давайте создадим, говорит, чат, ватсап-группу и будем там общаться. Армяно-азербайджанский чат. Я говорю, ты чё, в своём уме? Как я буду с вами общаться? Нет. Никогда. Я никогда в этой группе, говорю, не буду. Мне нечем с вами говорить. Я не хочу. И ни бела не захочет. Из этих четырёх девочек никто не захочет в вашей группе быть. Ну, типа, есть армяне, которые согласны. Я говорю, есть армяне, которые хотят, но я не хочу. И говорю, хватит, вылаживай. Я тоже выложу. Ваше. Такой. А кайца у нас тоже, да, есть крыса. Говорю, а ты чё думал? Ты зашёл к нам. Такой, говорю, ты знаешь, что за чат был? Это такой, говорю, чат был, что там не всё говорилось. Там, сверху. У нас другой чат был, говорю, что ты туда бы без фейс-контроля бы не прошёл бы. В общем, мои хорошие, война пока не закончилась. Я знаю, что вы начнёте. Алина, да ты вот, почему ты лезешь? Я знаю, мои хорошие, я спокойный человек. Я никого не трогаю. Но они сами-то лезут, меня трогают, понимаете? А мне надо ответить. В общем, такие дела. Сейчас пару слов на армянском скажу и, конечно, и, конечно, Ну, такие дела. Так что не предавайте. Будьте всегда любимыми, желанными. Я пошла работать. Хорошего дня. Завтра праздник. Так что, если я завтра, может, не будет дома, может, прямой эфир сделаю с вами, поговорю. Не знаю, как получится. Я вас всех люблю и всех чумокаю. И хорошего дня.